Погнали! Славянчик! Что ты его смотришь? Мы сразу ставим. Подписчики сказали старого. Всем привет! Салют! Здравствуйте! Ты находишься на канале кальянного мастера твоей мамы. Я безумно по всем по вам соскучился. В нашей банде уже 4 косаря народу. И сейчас мы с вами кое-что обсудим. Погнали! Да, ребят, я. Это не то, что вы подумали. Это доха. И вообще, короче, это стоит отдельного внимания. Я немножечко подсел на доху. Мне очень нравится то, что штаны наполняются дерьмом гораздо быстрее, чем с кальяна. И меня очень хорошо разъебывают. Это ни в коем случае не какие-то наркотики. Хочу ими наркотиками. Ребята, я против этой всей фигни. Это доха. Что такое доха? Вот вам умная ссылочка из Википедии. Че? Ребят, быстренько уебываюсь дохой. Пью Red Bull. Ваше здоровье, мое очко. И начинаем. Не бабь, у меня три недели не было. Тут такой пиздец, да, пацаны? Если вы не в курсе, это устройство называется Медвах. Вообще, тема старинная как мир, но прикольно. Ох, бля, нихуя не прикольно. Поговорим мы сегодня о продукте манго... Ма... 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 Ох, бля. Ну, она крепкая. Это прям, ну, прям никотин, точечина, за раз и очень много. Когда я впадал делать кальян, это прям отличное решение. Мне, Серега, тормоза, бля. Серега, тормози меня. Тормози меня быстрее. И сегодня у нас на обзоре будет продукт Magnum. Это относительно новый продукт. И я думаю, скорее всего, у нас обзор будет в таком формате, что мы немножечко его с вами... Ребятки, прежде чем перейдем к обзору, хочу выразить огромное спасибо Максиму, моему подписчику. Подарил мне вот такой вот мундштучок. Я думаю, мы сейчас сделаем побольше под съемочку. Здесь изображение логотипа моего канала. И моя фотография немножечко похожа на самоотсос. Но это очень клево и очень приятно. Макс, огромное спасибо. Вот его инстаграм. Также подписчик Азиз подогрел меня вот таким вот мундштуком, блядь, чехлом. И это безумно приятно, чуваки. Я всегда очень нахожусь в неудобном положении, почти в позе раком. И типа всегда мега приятно и неловко, что вы подгоняете мне такие ништяки. Огромное вам спасибо. Очень приятно. Ну, просто пиздец. Слов нет. Ебал рот. Спасибо, ребят. На самом деле, очень много людей, кому не хватает моего контента, моих приколюх и тех же самых анбоксингов, этих подарков и так далее, и так далее, просто какой-то моей жизни, которая происходит вне ютуба, я предлагаю подписаться на мой вот этот вот инстаграм профик. Олумпик, за Олумпик Бир 2.0. Подписывайтесь, там куча контента, куча приколюх, мы там периодически устраиваем какие-то гивэвэи, розыгрыши и так далее. Подписывайтесь, и там нормально. Там смешно. Все, ребятки, ладно, давайте перейдем уже к продукту. Ассоциации, когда я слышу магнум, у меня непосредственно с револьвером. Но, на мой взгляд, все эти пули, блядь, холостые. У меня в наличии было 12 вкусов, их сейчас гораздо больше, но поговорим в разрезе тех вкусов, которые есть у меня. Прежде всего, линейка называется Hardline. И не просто так я упоролся дохой перед видео, потому что я понимаю, что никакой крепости я в нем не найду. Но куриться конкретно этой линейкой очень тяжело. Что касается упаковочки, ребят, ну вы у меня уже взрослые, сами должны понимать, на что это похоже. По крепости слабовато. Помимо табачка, ребята, мне прислали свой уголь Black King. Вот тут будет картиночка. Прислали, на удивление, слишком много угля, порядка 20 килограмм. Мы с ребятами его прогнали, каких-то нареканий, вопросов к углю не было. Не особо пеплил, нормальное количество жара не трескался. По углю все в порядке. Что мне кажется, в целом, сиропа чуть больше, чем хотелось бы видеть, но не критично. По нарезочке не слишком мелкая, не слишком здоровая. То есть в плане работы с ним вопросов никаких нет. Забьем мы на чашечке пика. Естественно, очень жадненько. Очень жирненькая будет забивочка. Попробуем мы с вами два вкуса. Это вишня и ананас. В целом, эта ублюдская забивочка готова. Скучали? Скромненькая касаточка. На мой взгляд, одной из самых интересных заявочек является то, что ребята утверждают, что они не юзают при варке сахарный сироп. Ебать. И в связи с этим, как утверждает производитель, табачок на перегреве не карамелизуется, не кристаллизуется, и его очень легко устанавливать. Естественно. Что касается стоимости, то розница у нас за 100 грамм 550 рублей. Это естественно, без акциз, и естественно, непонятно, когда они его получат. А если проверочка придет? Они знают, куда приходить. Здесь, на удивление, указан срок годности продукта 24 месяца, и... Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ананас чуть-чуть химозненький, но это неплохо. Отдаленно напоминает ананас дофта, но в целом вкусно. Вишня, на мой взгляд, там есть такие неплохие, такие вот, знаете, вот чуть-чуть моментики. Совсем чуточку. Есть немножечко такие отголоски вкуса мороскина черри от компании Танжирс, и это неплохо. Но в целом, опять же, что-то, что-то, что-то не то. Такая тема вообще, ребят, очень, на самом деле, щепетильная. Вы представляете, то, что, ну, как бы, производство табака дело не дешевое, мягко говоря. Люди заморачиваются, стоят, потеют, там, что-то варят, упаковывают, занимаются маркетингом. Короче, это огромный, трудоемкий процесс. Затем отправляют эту продукцию блогерам, платят еще за это бабки, и их разъебывают. Грустно, досадно. Кому ты пиздишь? Всем похуй, тебе тоже похуй. Ну, ладно, давайте по факту, ребят. Аромат черники. Сочненько пахнет из упаковочки. Но вкус, сука, категорически неприятный, очень далек от черники, он какой-то цветочный. Лох, цветочный, толстый, сиськастый хуй. Какой-то пряной, непонятной фигней. Невкусно. Банан. Пустой. Пустой промах. Просто промах, провал. Банан отвратительный. И есть момент, который очень часто встречается у таких вот новых продуктов, то, что нету никакой, сука, синхронизации аромата из банки. И вкуса, который мы с вами курим. Я не понимаю, с чем это связано, но это меня дико расстраивает. Банан тоже в копилку вот в такую. И типа это прям не то. Грейпфрут. Ровно такая же история, как с банатом. С банатом. С ебанатом. Грейпфрут. У нас очень интересно. Очень сочненько пахнет из упаковки. Кажется, что сейчас будет и горчинка, и кислинка. То есть все будет максимально натурально и вкусно. Но по факту мы получаем, опять же, нечто пустоватое. Не до конца устраивающее меня по аромату. Сейчас огромное количество продуктов на рынке. Огромное. И есть какая-то, знаете, середина, ниже которой нельзя опускаться. То есть середина стандартов какого-то вкуса. Это его насыщенность, яркость, натуральность и так далее. И вот этот продукт, он не дотягивает по ароматам, именно по ароматам, до нужной вот этой вот серединки. С грейпфрутом то же самое. Малина. Малина в целом как будто ароматизатор, как у всех. Ну, когда я говорю как у всех, я подразумеваю. Северный, must have, и так далее, и так далее, и так далее. Пока лучше Darkside, Genesis Raspberry, Gilles Generis Raspberry. Я хуй знаю, как правильно на самом деле. Пока чучу малины я не увидел. Вот серьезно, не знаю. Малина у Darkside 500 раз пизжей, бля, и дороже в миллион раз. Ебал рот. Груша. И еще такой дико как бы аромат, который в целом можно отнести в положительную копилку, но тоже нет. Она сладковатая, неплохая, но по вкусу далеко не вау. И опять же, вот эта вот нужная вот середина не дотягивает. Что я вообще подразумеваю? Вы думаете, блядь, какая нахуй середина? А что ты несешь, долбоеб? Под этим я подразумеваю то, что есть определенные какие-то требования к каким-то вкусам, которые требует рынок. И если продукт не дотягивает, вот до этих вот как раз норм, он идет нахуй. И в целом, в целом, если вот эти вкусы докрутить, больше, так сказать, застабилизировать ароматизатор, чтобы он был более сочным, более ярким. И как пахнет из упаковки, так и курица, все будет заебись. На мой взгляд, продукт нужно дорабатывать. И вы понимаете то, что, наверное, у производителя не просто так горит пукан, когда какой-то чувак просто берет и разматывает их продукт. Это, наверное, очень сильно раздражает. Это, наверное, очень сильно бесит. Но, ребят, обзоры по факту, поэтому без обид. Ананас. Я сказал, кстати, ананас прям один из таких прям сочных, мощных топов. Ананас заебись. Персик. Вот, тоже персик. Я сначала прям, ну, объективно втюрился, так сказать, в этот вкус. Мне понравилось. Это было прикольно. Но, потом до меня дошла очень простая вещь. Этот ананас, ой, этот персик нам напоминает альфач. И как бы ни больше, ни меньше. Просто неплохой вкус, аналог альфакера. Но гораздо дороже. Поэтому не вау. Дыня. Санье. Вот дыня прям вот сразу же, прям, чтобы не тратить ваше время. Дыня, и где этот злоебучий арбуз? Ебал рот. Вот, полное говно. На нахуй. Просто отвратительные два вкуса. Прям вот мерзотный. Химозный арбуз, переслащенная до нельзя дыня. Мне не понравилось. Дыня с арбузом категорически нет. Вишня. Я вам сказал, по вишне, вот прям вот дайте чуть-чуть еще сочности, и вишня дафта не нужна будет вообще нахуй. Потому что, господи, меня Рома, наверное, просто обоссыт на выставке. Я постоянно разъебываю дафт сейчас. Хотя, люблю этот продукт. Я обожаю черри джус. Если вы помните, то я часто об этом упоминаю. То, что черри джус дафта топ. Но сейчас ебучий дафт бьет по горлу. Это невозможно курить. Хуйня собачья сейчас стал продукт. Бля, грустно, пиздец. Давайте глоточек не чокая из-за дафта. Блин, капец некрасивая история. Возвращаемся к Магнуму. Вот вишня и ананас это то, за что хочется сказать чувакам спасибо. Объективно это два хороших вкуса, на мой взгляд. Если вы любите Марацкину черри от Анджирса, пробуем вишню. Что-то можно найти. Хороший ананас, который в целом можно поставить в работу. Но суть в том, что вот эти два вкуса, они как бы дают возможность какую-то, на мой взгляд, на пересмотрение этого продукта. Как бы доработку. Ну, может быть, ребята все устраивают, и они вообще на одном месте крутили мое мнение. Прощайте, барабан. Спайси рум. Очень грустно, что нет у нас такой, знаете, правильного разделения на алкогольные вкусы и на десертные вкусы. Вот как бы у большинства производителей эти две линии, они пересекаются. Десертно-алкогольный, то есть яркий пример. Это фрайерский ликер северного, карибский ром спектрума, индийский ром вакуум. И тогда, короче, вы понимаете, про что я говорю? Вот было бы прикольно, если бы та алкогольная нотка, которая здесь есть, и она в целом неплохая, была сделана отдельно. То есть, чтобы это был просто алкогольный вкус для каких-то сочетаний в чашечке. Это было бы неплохо. А так, это обычный проходной вкус. И да, еще у них есть вкус Ice Blast. Это холодок, и он как холодок. То есть, ну, в целом, как холодок, и в целом он просто обычный холодок. Вот, блядь, ничего необычного. Я обожаю просто блогеров, которые смакуют суперновые. Вот, знаете, такие суперновые холодочные сомелье с таким умным ебальником. Примерно это вот так выглядит. Ну, здесь вот чуть-чуть не дотягивает до Apache Freeze, но... Ну, чуть помягче, чем суперновая. Блядь, я просто нахуй не понимаю. Вот это вот зачем? У каждого, блядь, продукта есть свой холодок. И хуй бы с ними. Это просто холодок, ничего больше. Как вообще продукты попадают в целом в копилку, которые мне нравятся и которые положительные? Это, прежде всего, соотношение цены с качеством. Это, прежде всего, заявленная крепость, заявленная ароматика и фактическое ее соответствие. Почему этот обзор получился такой вот как бы жесткий и негативный? Потому что те ароматы, которые заявлены, они мне не понравились. Как вы поняли, из 12 ароматов, которые у меня были, только лишь два можно отнести в положительную копилку. На мой взгляд, этот продукт стоит дорабатывать. Хороший пример это табачок Sarma. В том плане, что изначально мне прислали, ну, мягко говоря, продукт, который меня не устраивает. В целом, тоже как бы негативный. У меня было впечатление. Затем ребята доработали, и это, в целом, стало курибельным. Я не могу сказать, что этот продукт невозможно курить. То есть, нет, он спокойно курится. Как утверждают ребята, он хорошо терпит перегрев. В целом, я с этим согласен. Его момент восстановления на большом количестве жара, это тоже однозначно да. Факт того, что, как утверждает производитель, что они не используют сахарный сироп, он очень интересный. И хотелось бы его проверить, но ебал я рот. Это, да, Вадим, короче, ребят, привет. И сегодня будет такой интересный выпуск. Будем сравнивать новую Буту Классик со старой Бутой Классик. Мне, короче, привезли новые пробники. То есть, не пробники, а уже полноценную новую пачку, которая уже вышла, то есть, серийно в тираж, грубо говоря, и уже продается. Да, новые Буты Классик. И дома у меня есть старая-старая Бута, почти одна из самых... В общем, ребят, прежде чем вы зарядите свои магнумы на выставке и попробуете меня застрелить, доработайте чуть-чуть ароматы. Вот честно. Не хватает мне сочности, не хватает мне яркости, не хватает мне тех заявленных вкусов, которые вы представляете у себя в линейке. И, ребят, честности ради, снимаем мы где-то в районе часа, курим мы минут сорок, все это время на четырех углях, в очень жирнючую косаточку. Уголечки мы не снимали, в целом тупачок к температуре относится очень положительно, за это лайк. Ну а пока производители магнума заказывают на меня киллера, что хочется вам сказать, друзья мои? Я, наверное, ухожу с канала, и это последнее видео. Большое спасибо, что... А, наебал, сука, бля, замялись сто пудов, худо, я уйду, бля, что, густой, что ли? Чуваки, в общем, в тысячный раз говорю каждому из вас спасибо, банда аутистов растет, нас уже четыре косаря. Еще раз огромное спасибо за все эти ништяки, чуваки, это очень приятно, но не это, хватит меня задаривать ништяками, неловко, пиздец. Очень приятно, жду всех на Хук Клаб Шоу в марте, 9 марта. Если ты еще не купил билет, есть промокод лишний вес, это мой личный промокод, он дает тебе скидочку на покупки билета. Со всеми увидимся, со всеми пофоткаемся, со всеми раскуримся, будет очень круто. Все ссылочки на продукт под видео, не забывайте подписаться на мой инстаграм, разыгрывать этот продукт мы не будем, потому что вы поняли. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был коленный мастер, твоей мамы, мне пиздец от Магнума, до скорых встреч, пока!